Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 23 мая, я утром уже сюда заходила в теплицу. У нас ужасный дождь, перемешка с каким-то градом, что ли. И я могу сегодня весь день посвятить теплице. Пришла обрезать нижние листья и хочу поговорить еще раз на эту тему. Дождь громче меня. Все-таки удалять или нет листья, в каком количестве, вы должны выбрать сами, я уже говорила один раз. И сейчас расскажу про те случаи, с которыми согласны все, что эти листья нужно удалять. Но есть люди, которые удаляют ведь вообще все листья. Вот смотрите, никто не спорит, что при высадке нужно удалить два нижних листика, чтобы заглубить, чтобы образовались дополнительные корни. Так, я удалила. Потом вот 5-6 лишних нижних растений для вентиляции мы постепенно все-таки удаляем. С этим все согласны, потому что видите, они какие массивные, они все закрывают. А нам нужно, чтобы прикорневая зона хорошо проветривалась. С этим тоже никто не спорит, я все это буду удалять постепенно. Потом листья, которые соприкасаются с землей, вон там у меня есть вообще на земле лежит, вот этот тоже удалять однозначно. С этим тоже никто не спорит, этот пункт, да. Это профилактика заболеваний, что чаще всего начинают болеть листья, которые на земле лежат или соприкасаются просто. Потом, когда наливается вот эта вот первая кисть, когда вот эта первая кисть нальется, то до этой первой кисти мы постепенно листья все удалим. У нас до первой кисти обычно все оставляют голый стволик, почти все. Это и профилактика фитофтора, и проветривание, и лучшее освещение. Все, с этим все согласны. И еще, мы прореживаем нижний ярус, когда сильно загущено. Вот смотрите, вот это у меня госпожа удача, смотрите, какие у нее толстые, массивные листья. Это она еще молодая, а если она будет повзрослее, то тут будет лист на лист, лист на лист. Конечно, средний ярус тоже многие прореживают, чтобы солнце проходило. Ну, куда же такие, вот моя ладонь, смотрите, вот какой лист в три ладони моих. С этим тоже все согласны. Но, как быть с остальными листьями? Ведь некоторые удаляют вообще все листья. Вы видели, что голые томаты стоят. То, что томаты, если мы все листья удалим, могут сгореть в теплице, это знают многие, особенно в южных регионах, это опасно. Но мало кто задумывается, что именно от количества вот листьев на кусте напрямую зависит вкус и качество наших плодов, нашего конечного результата помидор. Будет ли он сладким, будет ли он вкусным. Многие думают, что питание к плодам идет от корней по стволу. Действительно, многие думают так, что вот корни берут там питание и по стволу, по стволу, по стволу, и раз, и к помидорке, и она наливается. Но ведь это совсем не так. Это вообще не так. Так, сначала вот эти питательные вещества попадают в листья. И только в листьях, только под действием солнечных лучей происходит фотосинтез. И там вот из тех веществ, которые из земли поступили, готовятся вот удобоваримые те вещества, которые именно плоду нужно. Только из листьев уже готовые, приготовленные элементы в том виде, в котором плод их принимает, они идут к плоду. Лист это промежуточное звено и самое важное, в котором проходит фотосинтез. Вот убирая листья, кто убирает все, убирая эти листья лишние, чрезмерно убирая, мы теряем питательные элементы, снижаем эти качества томатов, своих плодов, их вкус. Они, конечно, поспеют, покраснеют, но в них уже немного будет нарушен баланс кислот и сахаров. Подумайте об этом. Вот когда вы будете выбирать, сколько листьев обрезать, обрезать или нет, не обрезайте бездумно. И, возможно, вот эти вот листья, которые здоровые, вот эти большие, возможно, они сделают ваши томаты более вкусными, более сладкими. Но вообще рекомендуется, что на кустике томата должно быть не менее 12-15 листьев. Если меньше, то растению уже будет дискомфортно. Ну нет, я повторюсь, конечно, плоды все поспеют, вызреют, но все-таки ученые говорят, что листья – это необходимый такой же орган томата, как корень, как ствол, как плод. Томаты без листьев – это не томаты. Какое-то количество все-таки нужно для того, чтобы вот эти вот наши помидорки превратились не только в большие красные, но еще и во вкусные плоды. До свидания. С вами была Ольга Чернова с темой «Выбираем, удалять или нет листья томатов, сколько удалять, удалять все или все-таки оставлять». Выбирайте, думайте. Читайте научную литературу.